Всем привет! Итак, ребята, наконец-то у меня новые муравьи. В этом выпуске я покажу вам своих компонутус туркистанус и расскажу, как начать ухаживать за вашей муравьиной семьей с первых шагов, чтобы она развивалась стабильно и по максимуму беспроблемно. А в начале выпуска я хочу вам порекомендовать подписаться на канал Мурашки. В современном ютюбе так мало каналов про муравьев, а качественных из них можно пересчитать по пальцам. Я уже давно подписан на этот канал. У автора мурашек просто гигантская коллекция экзотических муравьев. И не только. Качество роликов и увлекательные рассказы этого кипера приковывают меня к экрану и я от начала до конца смотрю все его видео. В общем, ставьте паузу, переходите по ссылке в описании и подписывайтесь на топовый контент. Итак, ребята, я начинаю восстанавливаться и пополнять свои ряды новыми видами. Конечно, по возможности это будут те виды, которые я еще не содержал, но это не точно. В первую очередь, я постарался забрать с передержки своих пробковых муравьев, но они уже были мертвы, поэтому решил приобрести новую колонию. Колобопсисов мне найти пока не удалось, и я взял компонотус туркистанус. Скажу я вам, что мне крайне непривычно было жить без этих маленьких домашних животных. Вообще, зимой проблематично искать каких-либо муравьев в продаже, но благо в Москве всегда можно найти интересные виды даже в зимний период. Не только жнецов. Почему же именно компонотус? Это одни из самых неприхотливых муравьев. А почему именно туркистанусы? Давненько я хотел их приобрести, но никак не доходили руки. В первую очередь, мне они нравятся внешне, по своему очень красивому окрасу. Посмотрите на этих милах. Такие светленькие, нежно-желтые, с черными, как бусинки, глазками. Вторым фактором, который повлиял на мой выбор, стала их немногочисленность. В разных источниках отмечается, что их количество в одной семье может составлять около 200 особей. Очень удобная численность. Но здесь мы должны все проверить на практике. Как-то не совсем мне пока что хочется отдавать под семью муравьев целую полку на своем стеллаже. В этом выпуске я не буду давать большую развернутую справку о туркистанусах. О них написано много статей, откуда вы можете подчеркнуть всю интересующую для вас информацию. Давайте остановимся на том, что нам делать с муравьями, которых нам только что прислали из магазина, и как за ними ухаживать, чтобы семья хорошо развивалась. Итак, как я уже говорил, я приобрел колонию Кампонотус Туркистанус. Я реально офигел от их красоты. Может от того, что у меня давно не было муравьев? Хотя думаю, что и да, и нет. Они очень красивые и милые. Прямо ностальгия Палазиус Флаус какая-то. Но это Кампы. Таких светленьких муравьев у меня еще не было. Что же с ними делать? Во-первых, посмотреть вообще живы они или нет. Необходимо убедиться, что матка имеет все лапы, усики и у нее нет вмятин в теле. Хотя последнее может не помешать ей успешно жить и откладывать яйца. Просто надо иметь это в виду и наладить диалог с продавцом. Посчитайте рабочих и проверьте наличие яиц, личинок и коконов. Если нет распада, то уточните диапауза это или нет. Или может быть он был съеден при транспортировке. Были ли вообще яйца у этой семьи? Ведь достаточно большой процент маток после поимки не откладывают яйца, а так и сидят в пробирке, пока не погибнут. А если подсадить к ней рабочих, то очень успешно можно продавать такую семью. А потом через месяц-другой матка загнется, и кто там знает почему. Но по-любому у вас руки были кривые и накормили их чем-то не тем. Это важный момент. Посмотрите на пробирку. Достаточно ли в ней воды? Если нет, будьте готовы подготовить новый инкубатор и пересадить муравьев туда. Обязательно осмотрите муравьев на наличие клещей. Это тоже может стать одной из причин дальнейшей гибели вашей колонии. Подумайте, как от них избавиться. Достаточно ли будет пересадить ваших муравьев в чистую пробирку, или надо уже закинуть к ним хищных клещей. В моей семье компонутус туркистанус все в целом хорошо. Расплод на всех стадиях 5 рабочих. Инкубатор в принципе чистый. Вода есть, и ее должно хватить на пару месяцев. Можно даже на первых порах вести учет количества яиц, личинок и коконов, чтобы понимать динамику развития вашей семьи. Теперь можно покормить ваших питомцев. Дорога была длинной, и муравьи истощены и хотят есть. Я надеюсь, вы изучили рацион питания ваших питомцев и знаете, что им можно давать. Для своих красавцев я подготовил сахарный сироп в концентрации 1 часть сахара на 1 часть воды. Муравьи охотно подкрепились углеводной пищей и даже поизучали мой стол. В то время, как я открывал ватку, несколько рабочих очень смело ползали по столу. Все они были успешно возвращены в инкубатор. Меня немного на самом деле удивило, что в этой семье 5 рабочих, а они так активно и бесстрашно начали выползать из пробирки. Ну, посмотрим, что с этой семьей будет дальше. Теперь самое время дать муравьям отдохнуть. Оптимально поместить их в темное место и держать их там хотя бы дней 7. Доставать оттуда только для кормления. Если, как у меня, у вас чешутся руки, и вы хотите ежесекундно их лицезреть, тем самым вносить дополнительный стресс и так уставшим в дороге питомцам, то можно положить пробирку где-то у себя на столе. Только учтите, что не надо брать пробирку постоянно в руки и крутить ее, наблюдая, как в этой веселой карусели матка и рабочий вертятся вверх ногами, отчаянно пытаясь перевернуться. Пусть инкубатор лучше лежит неподвижно, на него не светит очень яркий свет и вы спокойно можете наблюдать за своими новыми питомцами, не причиняя им большого дискомфорта. Про питание углеводами я вам сказал, но не надо забывать про белковую пищу. Без этого ваша семья не будет полноценно развиваться. Белок очень необходим личинкам для роста. Поэтому на следующий день я решил дать туркистанусам белок в виде кусочка таракана. Именно кусочка, не надо причинять повышенный стресс вашим малькам и засовывать гигантского таракана к ним в инкубатор. Еще неизвестно, кто там кого съест. Я, например, дал своим кампам небольшую часть туркменского таракана. Живой белок, он и в Африке живой белок. Муравьи, обнаружив такое кусманище таракана, начали его атаковать и попрыскивать из своих брюшков кислотой. Ну а затем стали активно его поедать, получая столь необходимые питательные элементы. В целом по питанию я могу сказать, что установил такой режим. Ежедневно, утром и вечером, я даю им сахарный сироп. И три раза в неделю, вместо одного из кормлений сиропом, я даю им белок в виде различных насекомых. Только не забывайте убирать остатки насекомых из пробирки, чтобы там не завелись незваные гости в виде клещей. Теперь нам остается просто ждать развития семьи. Они должны нарастить численность, окрепнуть и подготовиться к заселению фармикарий. Со временем, для удобства кормления, можно подстыковать к пробирке мини-арену. И не забывайте следить за наличием воды в инкубаторе и своевременно, при необходимости, пересаживать муравьев в новые инкубаторы. Также периодически меняйте те тарелочки в пробирках, куда вы наливаете муравьям сироп и куда кладете насекомых. Что касается этой семьи компонатус туркестанус, то я хочу заселить их в бывший фармикарий колобобсис трункатус. Но это не точно. Я чувствую, что колобков мне придется искать долго, как минимум до лета. Пока они раскачаются, в общем, буду потом для них делать что-то другое. Этот же фармикарий придется немного модернизировать, вырезать побольше вход и ходы. А то эта прекрасная королева не пройдет в свои покои и застрянет как мультики про Винни-Пуха и Пятачка. Дорогие друзья, на сегодня все. Начинает играть моя любимая песня для концовки видео, а это значит, что ролик завершается. Обязательно не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и написать комментарий. Это поможет развиваться моему каналу. Должны же мы набрать 30 тысяч подписчиков к лету. Да, и не забудьте подписаться на канал Мурашки. Ссылка также в описании и появится в конце ролика на экране. До встречи, всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!